Папа, мама, а почему папа с другой тетей? Я говорю, а где мама, папа, что это за тетя, почему ты ее целуешь? Правда, хотелось сказать, потому что. Я уже понял, что все-таки, когда ты подрастаешь, у тебя эти моменты, ты переживаешь их по-другому. Есть такие ситуации происходят, не ты в этом виноват, да, виноват, ну, как бы, больше по степени мы. Раньше нам не давали ту самую информацию, да, которую нам можно было бы иметь. Один раз можно подзатырник получить, и на этом все закончится, как, в принципе, с нами работало всегда. Привет, меня зовут Станислав Бондаренко. Я актер театра и кино, и мы здесь для проекта вместе. Оно на самом деле было разным и даже ярким. Ну, как не даже ярким, оно вообще было достаточно ярким, активным, я так бы сказал, вот, спортивным, вот, что, в принципе, и предопределило судьбу и в дальнейшую. Потому что мне дедушка вел спорт в жизнь, ну, с самого детства. Он, так как мастер спорта по легкой атлетике, он был физруком у нас в городе, вот, один из дедов, да, и поэтому он водил меня в спорт. Вот, то есть это утром должны были быть подтягивания, да, он подтягивался, заставлял на турники ходить. Утром пробежка была, то есть я какое-то время жил с дедушкой, с бабушкой, вот, и утро начиналось с того, что дед вообще сам делал всегда зарядку по утрам. И будил меня уже чуть-чуть-чуть попозже, потому что он делал какие-то там свои определенные, вот, моменты. И он меня будил чуть-чуть попозже, и мы уже делали там растяжку, отжимания, стойку на голове, вот, стойку на голове. После этого мы выходили и бежали к Каховскому водохранилищу. Вот, там вместе собачка, собачка, барсик был, причем барсик был мой ровесник. Умер, когда ему было, когда мне было 20, 22 года он прожил. Вот, его купили так же, как вот я родился, и мы, получается, с собачкой маленький йоркшишский терьер, да, по-моему, такой. Вот, и вместе с ним, с этой собачкой и с дедушками мы бегали к морю, там купались тоже, подтягивались, турник. Вот, а когда уже ближе к осени, к холодам, да, дед меня окунал, ну, он закалял меня, говорил, бабушка, не говори. Были негладкие стороны, да, там, допустим, я, так как у меня родители развелись, да, когда мне было 5 лет, они развелись. И у меня появился отчим, причем достаточно быстро, да, и он до сих пор, ну, то есть они вместе с моей мамой, то есть вот с того времени. И в то время, когда мы переехали уже в Москву, ну, конечно, я очень сильно скучал по отцу, прям вот безумно, у меня бывали моменты, прям, прям такого до истерического, больного состояния, что прям вот, ну, прям, прям до слез я там выходил, прям рыдал вообще просто на улице, ну, он скучал по отцу, вот был момент. Потому что я знал, он тоже переехал в Москву, но он жил в Подмосковье, вот, я там выходил к дороге, высматривал машину нашу, вот, и думал, вдруг он может там проедет, вот, мы жили на Хорошевке, я выходил туда на Хорошевское шоссе и стоял там, смотрел, вдруг, вдруг наша тачка проедет, ну, я знал, какая машина, мобильных телефонов не было, часто мы, конечно, так не встречались, ну, вот такой вот один из таких моментов. был в моей жизни. Да, я тоже так считаю, что это, на самом деле, это очень важно, вот, чтобы действительно с мальчиком был мужчина, потому что, вот, у меня, у меня сын старший, да, от первого брака, ему 14 лет сейчас, и долгое время моя первая супруга, она не могла, ну, не то, что не могла, она не уходила замуж, ну, видимо, не сходились там, не находился партнер там и так далее, но, и вот, когда вот у нее появился уже постоянный муж, да, мужчина, то я, наоборот, обрадовался тому, что рядом с моим сыном все-таки есть мужская рука, постоянная, потому что, ну, это нужно, то есть, мужское воспитание, оно все равно должно быть, оно обязательно, и я получал также от отчима мужское воспитание, это не являлось каким-то плохим, дурным тоном, это, наоборот, было хорошо, то есть, и, не знаю, мне кажется, все равно отчимы тоже определенно воспитывают детей, ну, не знаю, может быть, просто нам хорошие, да, попадаются, мужики, которые все-таки себя правильно ведут, когда надо, можно и подзатыльник получить, вот, вот, когда надо, можно и там, и денежку на прогулки получить, ну, то есть, и так, и так. Когда я уже, можно сказать, своей, да, жизнью, там, семейной жизнью и так далее начал жить, я понял, что даже когда вырос, вот, 18 лет, у меня все такой рубеж, вот, прямо 18 лет, это я уже сам отдельно жить стал, вот, у меня была машина, то есть, меня родители презентовали, она долгое время у меня стояла, на самом деле, потому что я ездил, потом поймали, учился, ездил рядышком с Хадынским полем, и потом нас однажды поймали, вот, и пришлось на долгое время запечатать машину, и она 4 года стояла, нет, Самара девятка Найт, она была такая с коротким крылом, ну, прикольная, первая машина, вот, и уже когда 18 стукнула, то я стал жить один, все-таки там была машина, какая-то там работа, подработка, тоже на танцах в этой студии была, вот. Ну, я уже понял, что все-таки, когда ты подрастаешь, у тебя эти моменты, ты переживаешь их по-другому, вот, если есть возможность там видеться с родителями, ты, конечно же, начинаешь видеться с родителями, то есть, я после 18 лет очень часто стал видеться со своим отцом, ну, я садился в машину и ехал просто к нему, вот, и мы с ним виделись, он автомеханик, это вообще было идеально, просто приезжаешь в гараж, все, открываешь, начинаешь там что-то шурудить, вот, в этом был большой плюс, но, да, я тоже думал, когда вот мы разводились с супругой, я разговаривал с сыном, то есть, мы с ним ехали, мы объясняли, он задал вопрос, пап, почему-то у тебя нет кольца на пальце и так далее, я ему говорю, Марк, ну, вот, есть такие ситуации происходят, не ты в этом виноват, да, виноват, ну, как бы, больше по степени мы, да, что мы не смогли это там удержать, мы не смогли там продолжать жить совместно, чтобы не было там криков, истерик и так далее, то есть, лучше, на мой взгляд, лучше, чтобы, конечно, хорошо, когда семья вместе, ну, то есть, семья полная, это очень важно, но если происходит так, что в этой семье происходят постоянные скандалы, крики и так далее, лучше пусть она будет в ней вместе, пусть лучше спокойно, вот, без скандала, чтобы ребенок не видит, что происходит вообще, чтобы у нее не закладывалось вообще стереотип того, что должно происходить в будущем, потому что, как с детства, правильно же, все закладывается по психологии, вот, поэтому я принял решение, причем это я принял решение, что это нам нужно разойтись, вот, долго шел к этому, принял решение и сел, поговорил с сыном, вот, мы с ним разговаривали, поплакали, конечно, так, мужскими слезами, вот, ну, нормально, до сих пор продолжаем общаться вместе, встречаемся, проводим время, не так часто, как бы хотелось бы, да, но все равно проводим. Ну, вот я вспоминаю, да, свои ощущения, оно такое немножко затруднительное, потому что ребенок в любом случае не понимает, что происходит, но объясните, ему на тот момент было 5 лет, но в 5 лет, в принципе, уже все на самом деле понятно для ребенка, но в неведении держать не стоит, то есть я считаю, что сейчас очень хорошее время вообще для воспитывания детей, почему? Потому что раньше нам не давали ту самую информацию, да, которую нам можно было бы иметь, да, вот вот нельзя и все, ну, почему нельзя, можно же объяснить, не умели тогда родители так обращаться с этим, поэтому мы восполняем в наших детях, да, то, что, в принципе, мы считаем, что было упущено у нас. Сейчас то, что у них там происходит, он может заговорить вообще, а почему, я имею право, там, я то, я говорю, слушай, ладно, имеешь право, один раз можно подзатыльник получить, и на этом все закончится, как, в принципе, с нами работало всегда, вот. Сейчас это так не работает, как работало с нами, с ними теперь это все нужно проговорить, обговорить и так далее. Ну, у меня, ну, в общем, мама с сыном, да, ссорятся частенько, такой возраст очень непростой, вот. Вот, и пока, дай бог, удается, да, проговаривать это все, что, ну, действительно так происходит, ну, женщина беспокоится, почему, там, тебя там не отпускают на какое-то время. Я, как отец, ну, как бы, ну, что ты, пацан, что ты выкарабкаешь, если что, там, женщина по-другому, говорю, ну, ты должен ее понять, она мама, она беспокоится, она не то, что хочет тебя, там, да, там, тебе зла вреда и так далее, она просто сама боится и, ну, как бы, переживает, и думает, что так же может и с тобой произойти. Вот, это нормально, говорю, ты не должен злиться на это из-за того, что она переживает за тебя. То есть, когда ты немножко разжевываешь это с другой стороны, то есть, не со стороны, там, да, деспота, не со стороны такого, что я сказал, так оно и будет. Вот, а со стороны другу давай посмотрим это с этой стороны, как ей же это, ей же тоже, там, больно, обидно, когда ты ругаешься. Вот, тогда понимают сразу, да, действительно, вот, подход другой нужен абсолютно. Они понимают, они, в принципе, от них, что уже скрывать, от них скрывать вообще уже сейчас невозможно, у них в интернете сейчас все есть, все, что возможно. И сейчас говорить только о том, что, допустим, да, там, 14 лет, вот он идет, там, к подружкам в гости. Ну, я говорю, ну, отлично, главное, ну, пусть контрацепцию купит какую-то, обязательно, ну, не какую-то, обязательно, ну, мало ли, всякое возможно. Взрослые девочки, не взрослые, кто знает. Да ты что, ты с ума сошел? Я говорю, а что, да, говорю, это нормально, я говорю, лучше уже, как бы, говорить об этом, это 14 лет, это не уже нормальный возраст, который уже адекватный, да, и нужно подготавливать ко всему, чтобы потом не возникало больших проблем. Я говорю, это абсолютно нормально. Вот момент полной поддержки, даже те вещи, которые, допустим, мне очень не нравились, да, там, в школе безобразно, да, там, они все равно, я начал думать, почему там в школе там плохое там поведение, это, ну, начал разбирать с точки зрения психологии, ну, значит, ребятам не хватает внимания, да, они хотят тем самым привлечь внимание к себе, да, даже, может быть, другую особь, да, там, либо мальчик-девочку, либо девочка-мальчика, вот, тем самым, еще, может быть, показать свою доминантность, да, в том обществе, в котором он находится. И мне это не нравилось, я не люблю, когда там себя ведут ужасно, там, мешают на уроках, там, и так далее, я говорю, ну, относитесь к учителям с уважением, это же учителя, они тоже, они же вам, они вам помогают. Они, ну, как бы, у них непростая работа, выдержать вас всех вот таких вот сумасшедших детей, вот. Я говорю, единственное, ну, как бы, мне не нравилось, я иногда срывался, говорил, ну, звонил, кричал, говорю, ну, зачем ты так делаешь, так далее, ну, прям жестко так говорил, потом вообще в моменте перестал, все, плохо вел, ну, твое дело, ну, уже, ну, как бы, а что, ты сделал, там, по урокам вообще другая история тоже, то есть, я не люблю, когда врут, вот, я говорю, единственное, ну, не ври, ну, не сделай, ну, скажи, что ты не сделал, это же твоя ответственность, это не моя, это тебе будут плохо, плохие оценки, это ты останешься и не поступишь потом в хороший институт, вот, это полностью твоя ответственность, не, это не моя ответственность, это уже, ты должен это делать, я, ну, как бы, не должен от того сидеть и говорить, сделать, если ты не сделал, тогда найди способ сделать так, чтобы это ну как бы у тебя пройти этот путь незамеченным вполне возможно игру тебя есть несколько ну как бы несколько ходов использую все использую все но главное выйди сухим из воды получил два блин ну давай исправляй тогда делает так сделай все чтобы не получить 2 как хочешь не выучил не знаю как хочешь сделать сделать всеми возможными способами мы же тоже пользовались этим мы же тоже учились и тоже хитрили вот жизни хитрость тоже помогает хитрость уметь подстроиться по туда поток где ты находишься тоже очень важно психологи тоже помогают потому что иной раз ты сам не видишь какие-то очень простые вещи вот а тебе вот со стороны профессиональные люди подсказывают и если есть возможность использовать психолога то пожалуйста мне кажется обязательно надо использовать как я тоже какое-то время думал что да ладно психологи они там ну нет таких случаев чтобы там прям сильно помогать нужно там еще ну я решил сразу сходить попробовать действительно многие моменты которые в жизни ты сталкиваешься они помогают распределить по-другому вот это как раз вот один из советов тоже был психолог говорит ну вот ты вот попробуем и все вообще вот во всем вообще поддерживать по-другому абсолютно ему сейчас но абсолютно другое нужно я хорошо действительно ладно попробуем прям вот вот в сто процентов то есть не не там да не 50 на 50 а прям в сто процентов и вот вообще поддерживать и по-другому пошло по-другому воспринимать стал это все успокаивается у него там уходит его там взвинченный да там бешенство там или не знаю там плач с этим с басом даже голод ломается так забавно не было страшно не было страшно вообще не боялся во первых у меня когда мне было девять лет появились сестры близняшки две сестры близняшки на самом деле мама прям на самом просто вот прям иди вот занимайся хочешь памперсы меня и там это стоял что делать не понимал что-то тогда вообще памперсов не было были эти просто пеленки которые перепели на ешь все вот но я с ними вот прям много много общался смотрел когда мне было 18 я уже понимал что родители меня родили 18 ночью вырос принципе достаточно хорошим человеком вот и я решил что с 18 лет я уже готов стать отцом страшно не было вообще прям прям наоборот только не мне мне прям очень хотелось и прям первого сына ну не знаю так считается в принципе вот хотя к девочка появились вообще там может и просто постарше стал на тогда это вообще другое другой мир дочки вот с ними иногда но не иногда сейчас иногда не понимать как вести вот потому что даже вот супруга мне объяснила это ну как бы я я-то не видел со стороны я вот большой да я говорю достаточно но с посылом на как в театре но никак в театре в жизни не говорю как в театре но с посылом и так басиста а вот более рост у меня да там почти метр девяносто и я когда начинаю там говорит так а ну-ка я девочка ты на себя посмотри в зеркало тебя два метра роста говорит стоит маленький ребенок говорит и ты на него просто говоришь ты представь как ты смотришься и она такую на секундочку так задумался на поле на туре очень грозно для этого маленького человека который только вошел этот мир только его изучают на него еще дома ну не крик но достаточно громкий голос а вот я этого не понимал она мне просто это объяснила игры все руки я понял и теперь когда там так девочки уже себя немножечко успокаиваешь вот и всегда не знаю но под дочкам прям вот нужно от отцы к дочкам другое отношение вообще мне кажется они могут вообще все что угодно делать скидывать садится на шею скидывать ножки болтать ими там или папа налево папа направо вот я придерживаю что сын больше спартанское такое воспитание вот а девочки но девочки это девочки даже поругать не может каким образом только ай-яй-яй я вам еще раз больше так не делайте вот но до единственное там да там сыну можно было раз или пинда лечить дать нормально постарше хорошо все пошел нормально делает все работает понимаешь глаза открылись услышал а с девочками ну как бы подход нужен ну пожалуйста вам не знаю но что не так скажите вот это тогда недавно просто ходил укладывал их они меня загоняли не знаю раз наверное 50 уже скрою я уже я у меня уже все кипело внутри захожу девочки я вас умоляю последний раз вам захожу что вы хотите не мучайте меня я уже очень злой как бы предупреждаю вот и кстати на одна из тем психологи говорить все таки своих чувствах что чувствуешь вот в данный момент и вот сейчас на маленьких потому что с марком у меня не ну не знал таких еще сейчас но буду водить ему чтобы он это понимал маленький прямо уже начинает отвечать я чувствую расстройство и она уходит я чувствую обиду класс все она объяснила своих чувствах вот ты понимаешь уже что ну как как тебе действие вообще какой подход к ребенку вот но вот не знаю мы придерживаемся тому что все-таки детям нужно объяснять то есть если задают вопрос почему надо ответить потому что они по кочану да как нам обычно это почему нельзя потому вот ну как бы ну потом но объясните ну почему можно же было объяснить но родители вот меру свои наверно не не знание да вот не могли к этому подходить таким образом вот нам приходится отвечать почему вот прям вот мы за был момент все-таки до периода где-то от 3 от 3 с половиной даже от 3 старшая дочь прямо уже вот почему ее почему у него было каждую вообще чуть ли не 20-30 секунд она это почему ты отвечай она задавала вопрос следующий почему вот и набирались мы терпения мы прямо четко все по полно раскрыто отвечали почему это то либо это либо так либо почему так происходит либо почему люди переходят на зеленый свет ну прям вот уже ну прям правда хотелось сказать потому что да осознает старшая очень хорошо сознает ей пять лет младше три с половиной они осознают они чаще всего по мама почему папа с другой тетей все где мама папа почему что это за тетя почему ты целуешь вот я им объясняю что это работа что это я играю роль там так далее они им нравится они восхищаются не знают что есть поклонники не всегда они уже ждут что я после спектакля всегда там приезжаю с конфетами с какими подарками обязательно на празднике куча подарков для для нижней передается они прямо встречаются радостью разбирают эти все подарки вот они понимают это я думаю что уже вот мы приедем я уже начну потихонечку старшую дочь водить к себе на спектакль мне не все спектакли которые можно в принципе смотреть детям но некоторые можно вот и их уже я уже приводили они уже смотрели вот но еще потихоньку буду вводить их по отдельности действовать так как ты чувствуешь по своему самочувствию вот ты чувствуешь что нужно делать так знаешь дело так если чувствуешь что не нужно сомневаешься в этом не делай